Первым делом руководство Симферопольского следственного изолятора организовало для французского актёра Самина Сири экскурсию. Показали очаги культуры, библиотеку и молельню. Очень хорошо, что у ребят есть церковь, но я мусульманин. Малолетние правонарушители ждали в учебном классе. Актёр задержался, и ребята посмотрели все фильмы про марсельское такси. Сами успел на кусочек последней серии. Встреча с ребятами не актёрская прихоть. Всё гораздо сложнее. Самина Сири за решёткой не новичок. У нас бы сказали рецидивист. Не в законе, но авторитет точно. Первый срок он получил за наркотики. Потом были драки с полицейскими и разгромы ночных клубов. Семейное насилие и битвы с наркоторговцами. Последний срок стал для него водоразделом. Сами завязал с криминалом, вернулся в кино и начал вытаскивать подростков из преступной среды. Чувствуется, что каждая фраза его короткого спича обдумана и выстрадана. У вас здесь есть время подумать, а потом выйти и воплотить свою мечту. Стать футболистом, кондитером, инженером. В России всё есть для этого. Вы даже можете в космос полететь. Снимать лица несовершеннолетних в СИЗО строжайше запрещено. Так что просто поверьте, была и общая фотография, и автограф сессия. После чего сами расплакался прямо на пресс-подходе. Почему встретился с подростками, с детьми, для чего ему это? Встречаться с малолетними преступниками. Я всегда готов прийти к детям. Я был на этой дороге. Я знаю. Мы хотим дать им надежду, дать положительную энергию. Французский актёр приехал на форум мира. Уже на полуострове награждён миротворческим орденом, которым очень гордится. На традиционный вопрос, будет ли продолжение фильма «Такси», сами загадочно улыбнулся и ответил. «Такси – прошлое». Будут новые кинопроекты в российском Крыму. Олег Крючков, Александр Соловьенко, Валерий Шаламов, Виктория. Орёл НТВ. Крым.